Всем привет, канал IndieGamesChannel, я Дэн Архон, и это черная серия проекта под названием Игры на бумаге. Сегодня расскажу про игру под названием Алфавитный Кроссворд. Сразу говорю, я немножко приболел, поэтому говорю в нос, шмуррили носом, кашляю, и если что-то случится в пространстве записи, то сразу извиняюсь. Приступ к самой игре. Для игры нам понадобится 3 листочка, 3 тендеральных листочка. И две ручки, поэтому что в эту игру играют основно вдвоем. Два человека в эту игру играют, в всяком случае я ее проверял, когда играл с своей девушкой. Так вот, берем 3 листочка тетрадных, 1 отдаем противнику, 1 оставляем себе, и 1 листочек будет так называемым игровым полем. На тех листочках, которые у вас и у вашего противника, мы пишем Алфавит. 33 буквы, я подготовился, мы увидим Алфавит в левом верхнем углу. Я буду, как бы, у меня получается и мой листочек, и игровое поле, это один листочек, который вы видите сейчас на экране. По правилам их должно быть 2, то есть 3 всего. И как бы, отдельно вы пишите Алфавит, отдельно будете играть в эту игру. Написали Алфавит, вы и ваш противник, написали все, 33 буквы русского алфавита, далее выбираем, кто начинает саму игру. Выбрали, и на третьем листочке, на пустом, начинаем играть уже в саму игру. Тот, кто начал играть, тот, кто первый ходит, пишет любое слово, которое ему придет в голову. Ну, к примеру, где-то моя мышка, я придумал слово «букварь». Я так и пишу «бу-к-варь». «Букварь». Написал это слово, и далее на своем листочке, там, где есть у нас алфавит, я зачеркиваю те буквы, которые я использовал в этом слове. То есть, букву «б», я ее убираю, буковка «у», тоже убираю, буковка «к», так, «в-буква», «а-буква», где там «р-р-буква», и мягкий знак. Затем уходит ваш противник. Он должен расположить слово перпендикулярно, которому вы написали. Ну, например, слово, пусть будет «азбука». Он пишет «азбука». Он обязательно должен использовать хотя бы, не хотя бы, а только одну букву вашего слова. Азбука. И далее он зачеркивает те буквы, которые он использовал в своем слове. Но он не учитывает ту букву, которую он взял из вашего слова. Но в данном случае слово «азбука» содержит еще раз букву «а», поэтому он букву «а» вычеркивает. Точно он вычеркивает на своем поле буковку «с», буковку «б», буковку «у», буковку «к» и буковку «а». То есть, как бы представим себе, что мы играем в поле чудес. В принципе, неплохое название для этой игры, но вот я решил назвать ее именно так. Я нашел ее на просторах интернета, не было точного названия этой игры, и я решил назвать именно алфавитный кроссворд. Далее, далее мой ход. Я тоже использую любую буковку, только из чужого слова, из тех букв, которые он использовал только что. Азбука, я напишу букву, слово «книга», например, «книга». Можно использовать повторно те буквы, которые уже ты вычеркнул. Ну вот, я вычеркиваю буковку «н», буковка «н» у меня вычеркнута, буковку «и», я еще не использовал ее, буковку «г», и «а» я уже использовал, поэтому я ее не вычеркиваю. Далее ходит снова противник, и еще обязательно, чтобы он ходил именно с того слова, которое было последнее у меня. То есть он не может образовать слово из слова «букварь». Он должен именно образовать слово новое, которое он придумал, из последнего моего слова. Например, слово «город». Заметьте, что лучше всего расположить листочек, как лучше всего расположить листочек, игральное в поле. То есть его лучше всего расположить вертикально, потому что вся игра, она будет походить сверху вниз. То есть начать нужно на игру именно с верхней части листка, потому что вы будете потихонечку спускаться все ниже и ниже. Поэтому как бы называется именно кроссворд, потому что выглядит как кроссворд. Итак, слово «город» я зачеркиваю буковку «о». Так. А, нет, секунду, это же ходит мой противник. О чем я? Ой, не трогаю. Все, все, извините. Это вычеркивает противник на своем листочке. И далее мой ход. Снова я хожу. И я пробую... Выдумал слово... Не знаю, как бы слово. Какое-нибудь слово такое, чтобы вычеркнуть букву «о». Дорога. Да, я использую слово «дорога». Дорога. Так, вычеркиваем лишние буквы. Это буква «Д». Буковка «Р». Где «Р»? Амельчкнута она. Буковка «О». Буква «Г» вычеркнута. Амельчкнута. В этой игре важно то, чтобы те слова, которые вы придумаете, они имели как можно больше букв, которые не зачеркнуты еще у вас на листке. Как это уже стало понятно. Что еще важно в этой игре? Важно, чтобы вы использовали именно буквы. Например, твердый знак и мягкий знак. То есть те буквы, которые очень трудно использовать в словах. Их не так уж много, все-таки, этих слов. Игра длится до тех пор, пока кто-то из вас не вычеркнет все буквы. Кто-то вычеркнет все буквы на своем листке, тот победил. Если наступает момент, когда остаются буквы, которые нельзя никак использовать, то подводится итог, у кого буквы останутся меньше. У кого буквы останутся меньше, тот и победил. Что еще интересно? Вылетел из головы. Так, давайте пока еще продолжим. Ходит мой противник. Пусть будет слово гусь. Если наступает момент, когда вы не можете придумать слово, то есть вы придумали слово, но ваше слово, оно... Как бы сказать... Если вы напишете это слово, которое вы придумали, вы вообще никакой буквы не вычерните. Вам все равно нужно его написать, потому что... Как бы вы не пропускаете хода, а все равно это пишете слово, потому что это слово будет читаться как пропуск хода. Ну, то есть, в этой игре нельзя пропускать слова. Нельзя пропускать хода. Вы в любом случае должны написать слово, даже если это слово не затронет никакой пустой букв, которую вы еще не вычеркнули. Слово гусь, он вычеркивает противник те буквы, которые я не использовал. Далее мой ход и слово... Я сейчас подумаю, чтобы затронуть как можно больше букв. Слово суши. Слово суши. И я вычеркиваю буковку у меня вычеркнуто, буква каша. И буковка имя тоже вычеркнуто. Игра, в принципе, быстрая. Очень быстрая. Не знаю, минут 10 хватает на то, чтобы зачеркнуть все буквы, если внимательно думать и внимательно подбирать слова. Желательно, разумеется, не создавать слова, где три буквы, потому что противнику, во-первых, вам неудобно, потому что если вы напишите слово из трех букв, то вы вычеркнете очень мало букв. И в то же время противник будет очень долго подбирать необходимые слова, подбирать необходимые буквы для своего слова. Разумеется, можно еще писать... Я как бы не показал почему-то. Например, я сейчас покажу... Где мышка? Так, например, вот суши, и противник пишет слово... О, блин, я надо подумать. Пистолет. Пистолет. Если вам не хватает игрового поля, то вы можете использовать обратную сторону, обратную сторону своего игрового поля. Еще что... Не обязательно именно начинать свое слово, например, чтобы буква вашего противника была первой буквой вашего слова. Вот пример пистолет, моя буква первая. Или же, например, можно какое-то другое использовать слово, но обязательно, чтобы буква противника была в вашем слове. Обязательно она будет на первой, там, последней, не знаю, там, третьей, неважно. Главное, чтобы она была. Вот. Я вывод с слова пистолет, и я вычеркиваю букву... А, это противник, извините. То есть он вычеркивает букву П, С, Т, О, Л, Е и Т. Вот. Это все правила. Три листочка тетрадных. Две ручки. На двух листочках вы пишите русский алфавит, а третий листочек является игровым полем. Лучше всего начинать игру с верхнего левого угла, так как игровое поле, оно будет двигаться, получается, с левого верхнего угла, строго вниз. Вот. Нельзя пропускать ходы. Обязательно писать слово, даже если вы напишите слово, и в итоге не вычеркните ни одной буквы. Подбирать можно любые слова. Главное, чтобы было как можно больше букв, и могли бы вычеркнуть как можно больше букв на своем листочке. Вроде бы все. Игра длится до тех пор, пока кто-то не вычеркнет все буквы, или же у кого останется меньше букв на игровом поле, на своем листочке. То есть это все правила, это вся игра. Спасибо за внимание. Если есть вопросы по поводу этой игры, пишите в комментариях. Это был канал Indie Games Channel. Я Доргон и Покеда. Я Доргон и Покеда.